Грузия готовится к введению зеленых паспортов. С 1 декабря попасть в кафе, рестораны, театры и на выставки можно будет только после предоставления QR-кода. Он понадобится и для посещения развлекательных центров и спорткомплексов. Михаил Рабакидзе о предстоящих нововведениях. Не торопиться и не смотреть на часы. Рестораны с 1 декабря уже не будут закрываться в 11 вечера, а их только в центре Тбилиси около сотни. Даже прогулочные катера с небольшими кафе на борту были вынуждены прекращать работу из-за ограничений. В рестораны и кафе можно будет попасть только после предоставления зеленого паспорта. Таким образом, нахождение на объекте будет безопасным для всех, кто там находится. Это касается и залов, и павильонов под открытым небом. Попасть в гостиницу можно будет только тем, кто перенес ковид или полностью вакцинирован. В противном случае необходимо будет предоставить негативный результат ПЦР-теста. Туристические комплексы готовы работать по новым правилам. Главное – здоровье гостей. Сейчас период семейного отдыха. Можно остановиться и в отеле, и в коттеджах. Конечно же, всех беспокоит безопасность. Теперь, когда вводятся зеленые паспорта, у нас будет гарантия того, что гости смогут чувствовать себя комфортно. Куар-коды открывают двери музеев и выставок, театров и кино. Причем залы можно будет заполнять не на треть, а на 50%. На декабрь уже запланированы премьерные спектакли и кинопоказы. Мы не ограничили во времени тех, кто переболел коронавирусом. Они получат зеленый паспорт. Но лучше всего обезопасить себя и вакцинироваться. Уже почти 9 месяцев идет вакцинация. Но мы так и не вышли на показатели коллективного иммунитета. В регионах Грузии проходят прививочные марафоны. А люди старше 60 в качестве поощрения получают бонус в размере 200 лари. Это около 60 долларов. Пенсионеры шутят. 13-я зарплата. Михаил Рубакидзе, Песомик Окишвили, Ихвича Самадашвили. МИР24. В Грузии на сегодняшний день полностью вакцинировано около 38% населения. При этом в сутки фиксируется свыше 4000 новых случаев.